С потеплением на улицах Якутска появляется все больше велосипедистов. Пропорционально растет и количество краж двухколесного транспорта. Злоумышленников не останавливают ни замки, ни тросы, ни даже массивные цепи. С наступлением весны угоны велосипедов становятся чуть ли не систематическими. Как уберечь свое имущество от злоумышленников, выяснял Юрий Осипов. После долгой зимы велосипедисты достаются в их двухколесных коней из загашников, тщательно перебирают и протирают свой транспорт. Готовятся к этому периоду и злоумышленники. Уже за первые два месяца весны зарегистрировано более десяти случаев краж велосипедов. В основном это, конечно, центр города, потому что люди, которые живут далеко. В основном все велосипеды, знаете, велопрокаты, велосипеды больше центр города, наполняемость. В основном промежуток времени, естественно, лета, когда у нас стоят солнечные дни, теплые, когда нет дождя, сухой асфальт, то еще можно больше отнести, наверное, к центру города совершается. В спальных районах, так сказать, больших жилмассивов, таких 202 микрорайон, где большое количество людей проживает. Владельцы часто оставляют свои велосипеды на улице или на первых этажах в подъездах многоквартирных домов. Этим и пользуются злоумышленники. В этом случае не помогают даже тросы. Воры перекусывают их кусачками или попросту переламывают их на месте сгиба. У гонщика не останавливают ни людность парковки, ни сложность замка. При этом, если злоумышленник не сможет угнать велосипед полностью, он вполне может открутить его комплектующие. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов советуют хранить велосипед дома. Когда пристегивают велосипед за колесо тросом, и человек выходит, хозяин велосипеда, остается только колесо, а велосипеда нет. Либо пристегивают за сиденье. Сиденье снимают, велосипед уводят. За 2016 год было зарегистрировано более 50 случаев краш велосипедов. Поэтому в столице республики была объявлена операция «Велосипед». Сотрудники полиции патрулировали город, останавливая владельцев и записывали номера их велосипедов. Скорее всего, этот опыт будет повторен и в этом году. Юрий Осипов, Гаврил Дичков, Андрей Осикритов, НВК «Саха», Якутск.